МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие имениники! Чего желают люди? В общем-то, список невелик. Здоровья, успеха, счастья. Наиболее натуры фантастически желают какой-то особой власти, может быть, каких-то-нибудь открытий. Но, в принципе, повторяю, список весьма и весьма невелик. Есть люди, которые желают вещей совершенно необычных. Например, мучения за Христа. То, что сегодня и в голову мало кому приходит. Вот сегодня совершается память мученика Полиевкта, чье имя означает с греческого в переводе «многожеланный». Всеблаженный муж желал за Христа пострадать. Мучник Полиевк был первым мучником армянского города Мелитины. Он был добродетелен, но не был христианин. Один из его друзей, Ниарх, был верующий человек. Когда в империи поднялись гонения на христиан, Ниарх сказал своему другу Полиевкту, «Скоро, друг мой, мы расстанемся с тобой, потому что начались гонения». В ночь после этого разговора Полиевту был сон. Он увидал Христа, который снял с него одежду и облег его в новую, чистую, светлую. После этого сна Полиевк нашел друга и сказал ему, «Я не разлучусь с тобой, мы будем вместе». Вскоре после этих событий в Мелитине был праздник. Жрецы несли на руках своих идолов, и Полиевт, горящий ревностью о Боге истинном, выбил из рук некоторых жрецов статуи богов, которых они несли. Его тесть был одним из учредителей праздника и сказал, «Иди, прощайся с женой и детьми, тебя ожидает мучение». Жена и дети отоговаривали Полиевта от мучения, однако он был тверд и решил пострадать за то, что сделал сознательно. После этого его ждала казнь, которую он встретил одновременно и мужественно, и, как ни странно, радостно, поскольку Господь дал ему не только веровать в него, но и за него страдать. Так сложилось, что память мученика Полиевта связывается с памятью о договорах, клятвах и различного рода союзах. И на западе, и на востоке христиане считают Полиевта покровителем различных родов союзов и договоров. Впоследствии в городе Мелитине после окончания гонений был построен храм в его имя, и в этом храме молились многие святые люди, вымаливая рождение себе, например, потомство. Так, к примеру, в этом же храме святого Полиевта был вымален Ефимий Великий. То есть его отец и мать, будучи бездетными, молились усердно в этой церкви, чтобы Бог дал им мальчика. И по молитвам Полиевта родился великий светильник монашества, святой Ефимий. Ну, а мы вспоминаем о том, что Полиевт покровитель всех заключающих договоры. Давайте сегодня вспомним о том, какие договоры, клятвы, уверения, деловые бумаги подписывали мы. Не было ли обмана с нашей стороны? Не забыли ли мы что-нибудь исполнить из того, что кому-то обещали? Если вдруг что-нибудь вспомним, то, конечно же, постараемся исправиться. Да помогут вам в этом молитвы святого мученика Полиевта или, по-гречески, многожеланного. Кроме него, сегодня церковь совершает память Василия, Филиппа, Евстратия и Петра. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин